Добрый вечер! Мы в прямом эфире программы «На чистоту» и в студии я, Гульнару Марова. Мы все хотим жить в коммунальном раю с горячей водой, с горячими батареями и, конечно же, часто забываем за это платить. Но что касается тарифов за все это, то тут вопрос совершенно отдельный. О трудностях коммунального быта и о тарифах мы поговорим сегодня с нашим гостем в студии Вячеславом Юрьевичем Солодиловым, коммерческим директором акционерного общества «ЖАИК Теплоэнерго». Добрый вечер! Добрый вечер! Вячеслав Юрьевич, давайте начнем с болезненного и проблемного вопроса для любого предприятия – это должники. Как Вы с ними справляетесь и сократилось ли количество должников на данный момент? Я бы хотел все-таки начать чуть-чуть с другого – поздравить всех уральцев с началом отопительного сезона. То есть мы 9 числа, 9 октября начали отопительный сезон. На сегодняшний момент, сейчас буквально мне сведения передали, 948 домов уже подключены. Из 1181 дома, который мы обслуживаем, 948 домов уже подключены. И проблема тех домов, которых мы не подключили, это проблема, это непосредственно относятся, это бесхозные дома, это бывшие общежития, это те, которые сани летом не готовили. Вот в такую ситуацию они попали. Если бы все по совести и по чести делали бы то, что мы в предписании пишем и уговариваем их постоянно все лето, что надо подготовку начинать, надо опрессовывать, промывать, ревизию делать, арматуры, тогда бы эти дома, наверное, уже тоже бы весь город был подключен. Как бы мы для себя планку ставили три дня, и весь город должен быть подключен. Отопительный сезон для нас начался еще раньше, 25 числа. То есть по заявкам, это для детишек, для маленьких, это детские сады, это школы, это здравоохранение больницы, которые просили, заявки давали, мы, естественно, их подключили раньше. Мы в этом году очень хорошо потрудились, на 100% все то, что планировали, выполнили и подошли к отопительному сезону в полной готовности. Сегодня в плане того, чтобы какое-то было беспокойство, его нет. То есть мы готовы. И отопительный сезон начался, я понимаю, что проблемы другого характера сейчас будут возникать. У кого-то что-то там давление не то, у кого-то температура не та в доме. Здесь тоже очень много проблем. И это касается того, что мы даем, допустим, тепло до дома, а там его должно принимать КСК или жители этого дома. И, соответственно, если система вся устаревшая, все там уже пришло в негодность, то, соответственно, будут такие вот проблемы возникать. У нас есть отдел тепловой инспекции, где, по первому заявлению или требованию жителей, наши специалисты выезжают, инспекторы обследуют, выдают подписание КСК или там старшим по дому. Больше, конечно, проблемы – это бесхозных домов. То есть где нет хозяина, и вот здесь возникают проблемы определенные. Но, тем не менее, опять же, мы говорим, я не хочу о плохом, я хочу говорить о хорошем. О том, что у нас есть КСК, которых можно поставить пример. Например? Например, это КСК «Жамбул» Красноштанов. КСК «Коммунальник». Есть еще те, которые вот у нас, КСК была Светлана. Раньше мы их как бы с отрицательной стороны говорили. Сейчас они пересмотрели свои отношения, и то есть подготовились в этом году. У нас нет к ним абсолютно претензий. Паспорта готовности мы даем только тем жилым домам, которые вот все сделали по нашим рекомендациям. И, соответственно, если мы паспорт готовности даем, мы несем уже ответственность вместе с КСК. Если жилой дом или КСК не получил паспорт готовности на какой-то жилой дом, соответственно, эта проблема их, нас вообще это не касается. Вот, есть акт балансового разграничения, где, до первых, значит, задвижек мы даем тепло, дальше они принимают. Вот, эти вопросы... Ну, касательно нашего, да, вопроса, первого, вожняков. Да, самый главный вопрос, конечно, для нас сегодня, это мы подали тепло, газ жгем, за него надо оплачивать. Конечно. На сегодняшний день задолженность наша перед газовиками без учета сентября составляет 163 миллиона. И давайте пока на этой цифре остановимся, примем первый телефон и звонок и продолжим. Хорошо, хорошо. Добрый вечер, говорите. Я предлагаю вместо общего счетчика поставить в каждую квартиру эти тепловые счетчики, как вот на горячую, на холодную воду. Вот зимой я не живу. Это же Ксимбаев 78, как раз КСК Евразии, Светлана, председатель знает. И многие наши жильцы точно так же живут в холодных квартирах. А почему мы должны вам платить по общему тарифу? Понятно. Давайте ставьте нам счетчики все на каждый квартир. Будем покупать, заботитесь о нас, и мы будем сколько тепла получили, за то и платить. Я зимой не живу в своей квартире, остальные все замерзают. Спасибо. Хорошо, спасибо. Давайте ответим на вопрос. Да, но у нас есть 35 жилых домов, где есть проектное решение, где стоят именно внутриквартирные счетчики. И мы в конце каждого отопительного сезона делаем, естественно, перерасчет. Согласно правил, делаем один раз в год перерасчет. То есть они нам сведения дают, потом мы сравниваем внутри квартирные, каждый, кто дает сведения, и внутридомовой счетчик учитываем, если есть 75% показаний. И только после этого делается перерасчет. Если 75% нету, или же, допустим, внутридомовый счетчик выходил из строя, там месяц не работал, то, естественно, перерасчет мы не делаем. То, что вот в таких старых, будем говорить, которые крупнопанельные дома, многоквартирные, мы поставили, как бы во всех домах стоят уже общедомовые приборы учета тепла. А то, что в каждой квартире, это не мы должны стоять уже. Если жильцы хотят, то, пожалуйста, пусть все это они... Сообща должны, да? Сообща, да, должны делать. Ну и, конечно же, сейчас вот в последнее время на слуху была и активно велась работа, да, с должниками. Но их стало, конечно же, меньше, но совсем не исчезли, разумеется. Много ли сейчас должников вот у вас? Ну, вот я вам так скажу, что работа эта бесперестанно, каждодневно ведется. То есть у нас, вот, допустим, сегодня группа из 18 человек, одна группа, именно в этот отопительный сезон, она создана и ежедневно выезжает. То есть есть, когда у нас судебные исполнители, вместе с судебными исполнителями крупных должников ходят по ним, и в то же время есть кассы, которые непосредственно люди хотят оплатить, пожалуйста, оплачивают. Вот. А в летний период у нас было очень много групп, 15 групп, то есть по 10 человек. То есть работа такая бесперестанно ведется, как бы мы говорим, ведется, и она закончится только тогда, когда кончатся, наверное, должники. На сегодняшний день нам население должны 315 миллионов. Из этой цифры я хотел бы сказать, что 2400 исполнительных листов на 117 имеется, то есть которые находятся у судебных исполнителей. Мы подаем в суд, суд рассматривает, выносит решение, и исполнительный лист поступает судебному исполнителю. У нас имеется соглашение 20 частных судебных исполнителей, с которыми мы имеем соглашение и работаем. Были нарекания определенные в их сторону, сейчас они как бы тоже все это переосмыслили и начали по-другому работать. То есть особых таких нареканий на сегодняшний день к ним нет. Сообщая, вот я рассказываю, мы выезжаем каждодневно и крупным должникам, и пытаемся взыскать. То есть есть у нас крупные задолжники. На слуху у нас была такая женщина Шелунового, которая должна под миллион. К сожалению, она умерла, и вот теперь все это дело, кто вступит в наследство, сейчас мы ищем наследников, наследник вступит в права, и после этого он будет, естественно, оплачивать эту сумму. Были и другие крупные должники, погасили, но тем не менее, такие, которые у нас свыше, допустим, 300, таких у нас сегодня 39 миллионов. Давайте отметим, Вячеслав Юрьевич, то, что вот эти должники, эта задолженность, она тяжелым временем ложится на предприятия и сказывается, конечно, на качестве услуг, на издушенности тоже. Это все-таки ответственное дело, платить вовремя. Естественно. Мы всех призываем, я всех пользуюсь случаем, всех призываю, что если вот каждый, наверное, испытал на себе, особенно в прошлый год и в этом году по пять раз отличали горячую воду в летний период, и всем было как-то неуютно, да, нету горячей воды, на улице жарко, хочется помыться, а горячей воды нет. То есть, ну какие проблемы газовикам? Они требуют свое. То есть они нам дают газ, мы должны просто вовремя и в полном объеме платить за него. Поэтому население, когда каждый из нас идет в магазин за продуктами питания, за хлебом, нам же просто хлеб никто не дает, а здесь получается вот так вот предприятие оказывается в тяжелом таком состоянии. Тем более тот тариф, который сегодня у нас есть для, мы говорим, квадратный метр, сто сорок, две тенге, тридцать пять, значит, стоит квадратный метр. То есть он как бы не покрывает всего того, что мы как бы затрачиваем. Для нас себестоимость квадратного метра обходится на сегодняшний день, девести восемнадцать тенге. Гораздо дороже, да? Но к вопросу тарифа мы вернемся после звонка телезрителя. Хорошо, хорошо. Добрый вечер, говорите. Слушаем вас. Алло. Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, хотим поблагодарить товарища Солодила за их работу. Спасибо. Но дело в том, что мы живем в девятиэтажном доме, 216 квартир, по строительству 34. У нас стоит общий домовой счетчик. 65 квадратов мы платим, ну, почти под 10 тысяч, начиная где-то с ноября, когда полный месяц. Вот это мы уже сколько раз ходили считать, ну, пересчитывали, там, объясняли, что вода у нас горячая, что-то там они очень толком ничего не объясняют, но мы помногу будем, я считаю. Во-первых, мы пенсионеры, платим исправно, долгов не имеем. Все лето тоже сидели без горячей воды. Спасибо. Спасибо. Ну, я думаю, мы это запишем сейчас вопрос, на контроль возьмем, и тем не менее мы еще предметно подойдем и разберемся. То есть я конкретно вот отсюда заявляю, что я к этому вопросу непосредственно прям завтра с утра соберу, кто мне непосредственно нужен, все выясним и разберемся по этому адресу. Да, и мы передадим вам номер телезрительнице, которая обязательно найдет свой ответ. Спасибо. Ну и касательно тарифов, да, вот мы остановились. Тарифы, как вы считаете, вот эта существующая линейка, она достаточна или ее не хватает? Нет, конечно, я говорю, тарифы для нас получаются убыточные сегодня. То есть, соответственно, должна быть здесь поддержка. Если мы сейчас тарифы, как бы мы подаем больше, антимонопольный комитет нам не утверждает. Вот, и вы прекрасно понимаете, и мы прекрасно понимаем о том, что население сегодня не готово платить такие деньги. И так большие деньги платят за тепло. Поэтому нужна государственная поддержка. Соответственно, наше руководство и город, Акимгорода и области, ну, всячески стараются помогать. Вот, и при том, когда ИГАЗ отключает, мы знаем, кто решает этот вопрос наверху. Вот, но проблема остается. Проблема остается, ее надо решать. К проблемным вопросам вернемся после очередного звонка. Да. Добрый вечер, говорите. Алло. Да, да, слушаем. Добрый вечер. Слушай. У меня вот такой вопрос. Вот вы рассказываете про эти долги, уже все знают весь город об этом, да? Это вы из года в год будете так решать? Вопрос с отключением горячей воды, в том числе добросовестного плательщика. Может быть, найдете другой выход, что возьмете кредит в банке и оплачиваете, как раз, за газ. А эти проценты там уже, ну, я не знаю, там будете решать. Но это не дело, которое вы сейчас отключаете горячую воду. Это уже люди платят, они тоже могут на вас суд подать, допустим. Спасибо. Спасибо. Ну вот, предлагает вам такую альтернативу. Да, но мы говорим о том, что мы все силы кидаем на то, чтобы все вот эти долги, которые население накопило сегодня, да, чтобы они оплатили. И тем более мы открыты для всех, и двери наши открываются, и ни для кого они не закрываются. Мы, наоборот, предлагаем, что если человек не может сразу оплатить, пожалуйста, давайте график погашения сделаем. И многие приходят и оплачивают. Таким вот образом соглашение подписывает и частями начинает оплачивать. Если он не выполняет свои условия, тогда мы уже подаем в суд. А так мы это дело придерживаем. Но это проблема не только акционерное общество, это проблема всех жителей этого города. Я же объясняю, что сегодня есть над нами антимнопольный комитет, который регулирует эту деятельность. Понимаете? Предприятие оказывается в таком серьезном положении, когда я просто еще раз хочу сказать всем, что ни автомобили мы не покупаем себе, ни кресла, ни оргтехнику не можем приобрести. Ничего абсолютно. Все вот на том, что как бы есть, на том и дальше едем. То есть себе лишнего ничего абсолютно акционерное общество не позволяет. Хорошо. Давайте тогда, Вячеслав Юрьевич, конкретизируем. На что вам не хватает денег? За счет таких, вот как вы говорите, недостаточно высоких. Общество должно, мы говорим акционерное, но общество должно развиваться. Понимаете, да? А когда оно обезножило, когда нет автомобилей, когда не на чем двигаться, как мы задачу будем выполнять? Конечно, мы должны обновлять все, и техника должна обновляться. Все должно быть обновляться. И мы должны своим специалистам, людям создавать условия для работы. Сегодня мы не можем создать условия из-за того, чтобы у нас вот такой тариф. Мы бы рады, чтобы у нас все было нормально. И об этих долгах не говорить. Но они, эти люди есть. И мы опять говорим о том, что все условия мы предлагаем, люди не понимают. Нам приходится обращаться в суд. Дальше мы тоже, закон нас вот так вот здесь ограничивает и работают суды, а дальше судебные исполнители. Вот, и... Вот как раз давайте людей и послушаем. Хорошо. Очередной звонок. Добрый вечер, говорите. Угу. Слушаем вас. Я хочу задать вопрос, кто отвечает за работу счетчика внутри домовых за тепло? Угу. Понятно, спасибо. К СК, либо к тепловике. Потому что иногда бывает счетчик, ну, приносит счета на оплату. А потом мы спрашиваем, почему так много, они говорят, счетчик не работал. А почему он не работал? Значит, нужно его или, ну, следить за этим, кто должен. Угу. Хорошо, спасибо. Вопрос понятия. Я понял. То есть у нас есть тепловые счетчики, которые стоят на нашем балансе. И, соответственно, мы отвечаем. И мы делаем ремонт. Если он выходит из строя, соответственно, мы опять вкладываем деньги, покупаем. Вот. Есть по проектному решению непосредственно, где уже государство. То есть непосредственно, когда дом строился и счетчик уже был предусмотрен, его поставили. Его передают на баланс КСК. Поэтому часть стоит на нашем балансе, большая часть, определенная часть стоит на балансе тех жилых домов, тех КСК, которые вот, в частности, если мы возьмем Зачиганск, новый микрорайон Манкеулы, там, соответственно, уже на балансе КСК. И в конкретном случае, в каждом конкретном случае надо разбираться и смотреть. Вот. И мы готовы. Пожалуйста, я хочу сказать. Я услышал вопрос телезрительницы. Пожалуйста, пусть она обращается. Вот. Я даже могу свой сотовый телефон сказать. Пусть звонит напрямую. Проблем никаких нет. Сотовый телефон озвучим чуть позже, после вопроса горожан. Добрый вечер, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос все-таки. Вот у вас долги перед КАЗ-Аймаком за газ. Помимо того, что горячую воду вы отключаете. Рассматривали вопрос, чтобы взять кредит в банке и заплатить КАЗ-Аймаком. Чтобы вы не отключали от горячей воды. Вы мне за этот вопрос не ответили. Хорошо, спасибо. Я дополню. И хочу сказать, что мы неоднократно брали и берем. И сегодня у нас есть обязательства перед банками. То есть мы берем кредит. А как мы еще вылезем? За счет только кредитов мы вот так и вылазили. Поэтому, как бы, оно не совсем хорошо. И не хотелось бы нам брать эти кредиты. Понимаете, да? Но приходится. А куда деваться? Да, ну вот получается, видите, ты мне, я тебе. Мы предлагаем горожанам вовремя погашать свой долг. Они предлагают вам расплатиться в свою очередь. Ну, вот мы берем и расплачиваемся. Берем и расплачиваемся. На данный момент какая сумма большая осталась? За должности имеют? За газ? Значит, 163 миллиона. И в какое время вы планируете расплатиться? Есть какой-то план? Вы знаете, это, как бы я вам хочу сказать, постоянно сумма-то она увеличивается. Месяц прошел, мы и нажгли, допустим, там на 125 или там на 150 миллионов. Сейчас нам выставят счет. Вот таким образом. Понимаете? И опять у нас проблема стоит. То есть мы входим в отопительный сезон. Естественно, будем и за газ рассчитываться, и налоги платить, и зарплату выплачивать людям. Вот как-то вот так вот приходится крутиться. Верно. Вот, Вячеслав Юрьевич, Вы сказали, на оргтехнику не хватает, да? Тоже самим же на предприятии, на машину обновления. Но ведь есть вопрос глобальный, я имею в виду теплосети, вот эти магистрали тоже надо обновлять, тоже изношенные есть участки. Вам кто еще должен помочь? Как Вы считаете? Только государство? В частности, допустим, есть программа Нурлужол, и государство нам выделяет средства. Да, вот, который год. И я Вам хочу сказать, магистральные сети у нас на сегодняшний день все отремонтированы. Вы, наверное, вот все телезрители видели, что ежегодно мы копаем, копаем и копаем. Мы же копали не просто, а для того, чтобы заменить сети, чтобы после этого положить асфальтовое покрытие, всем было удобно, и больше как бы мы, ну, как можно дольше не ворачивались к этому. Вот, и сейчас Вы, наверное, видели район Зенита, где, да? Там на увеличение трубы положили, там была 720, сейчас 800, вот, положили. То есть мы уверены, что, во всяком случае, магистрали, это основное, они у нас на 100% все как бы сегодня заменены. Есть еще внутрикватальные сети, которые непосредственно также мы делаем и собственными силами в этом году. 7 километров мы заменили собственными силами, поэтому ежегодно мы, как бы, это все, работу делаем. Сама станция, которой 60 лет, мы ее точно так же латаем, латаем, латаем. Она у нас работает и, во всяком случае, даже она ставит пример по республике. Вот Вы сказали, тарифы для населения 142, по-моему. 142,35. 142,35. А каким должен быть, по Вашему мнению, чтобы он и расходы покрывал, чтобы на все хватало? А я вот еще раз повторяю, 218 деньги. Этих денег как раз нам хватит на все, понимаете? Чтобы жить безбедно. Вы поднимали этот вопрос, да? Да, хотя бы сейчас, чтобы по нулям было, да, чтобы телезрители понимали, о чем идет речь. А когда денег не хватает, и Вы знаете, не знает, куда, чего и как, за что заплатить, то ли за газ платить, то ли зарплату надо выдавать, то ли налоги. Вот налог попробуйте не заплатите, все буквально арестует, и столько будет проблем, дальше некогда. Поэтому и крутимся, как можем. Действительно, вопрос очень серьезный и гораздо глубже, чем мы можем охватить за это время. Ну, я хочу сказать всех телезрителей, успокоить, что тарифы в ближайшее время мы не собираемся поднимать. У меня опередили прямо. Да. Тарифы не планируете поднимать, но хотели бы, чтобы они были повыше, да? Мы хотели бы... Куда еще обращались? Мы хотели бы... Правительство? Министерство? Да, мы хотели бы, чтобы все-таки государство нас услышало сегодня, и вот эту вот разницу, дотацию выплачили нам. Угу. Раньше была дотация? Да, был период, был период, за счет жаек Муная покрывалась определенная, так, насколько знаю, так, 14-15-16 года, все, больше не выплачивалось. Без нее гораздо сложнее, да? И вот, если вернуться к должникам, вот это реализация имущества за долги, арест на имущество, ограничение выезда, как вы считаете, вообще это эффективные меры? Да, очень эффективные. Я вам хочу сказать, были случаи такие, которые, допустим, вот, особенно, когда, значит, отопительный сезон заканчивается, начинается летняя отпуска, и люди с семьями выезжают за пределы, допустим, ну, в ту же Самару едут, да, на границе останавливают, и говорят, а на вас ограничение наложено. И вот семья уезжает, улетает в ту же заморскую страну, а хозяин остается, волосы дыбом, он бежит, ищет судебного исполнителя, пока заплатит, и это не один день, буквально, пока снимут с него это ограничение, а поезд-то ушел, или же, мы говорим, самолет улетел, отпуск пропал, понимаете? Поэтому здесь столько столпотворений было по весне вот таких людей, которые приходили и тут же платили, начали выяснять, а что у меня там долг, да, надо заплатить. Теперь люди начали голову включать и смотреть, что, ну, если у него долг, а он собирается куда-то в отпуск, надо заплатить. Многие едут в Самару, кто-то на лечении, кто-то еще по каким-то, допустим, делам, ну, в соседней области, в российской. И уже дисциплинируют, да? Да, дисциплинируют, выехать не могут, понимаете? Поэтому все, что можем, ограничения на выезд, и на банковские счета, и автомобили. Сейчас вот мы очень тесно начали работать, ураганы, машины, прямо останавливают, арестовывают на штрафстоянку. Вот. И люди начали сами, сейчас идут, знают о том, что где-то его или сегодня, или завтра обязательно поймают, арестуют. Ему придется больше платить, соответственно, он идет и оплачивает. Уже более сознательно, да? И давайте, Вячеслав Юрьевич, буквально одна минута осталась, вот напомним телезрителям, чтобы вовремя платили. Потому что это не только чревато, вот как вы говорите, ограничением выезда, арестом имущества, но и тем, что они сами же будут без коммунальных благ. Да, конечно, я все-таки призываю всех к тому, что надо вовремя оплачивать, у нас проблемы с газовиками не будут, никто газ, естественно, отключать и не будет, соответственно. Все будут с горячей водой, все забудут эту проблему, всего лишь на все. Мы постараемся вообще о себе не напоминать. Но тем не менее, все равно, я хочу сказать, человек может и без света какой-то период пожить, и без воды там с речки принести, без тепла зимой не проживешь. Тем более, зима впереди. Да, тем более, каким трудом все это у нас, вот как бы мы достигаем этой цели. Это же не просто так, когда вот люди, мы говорим, кто-то в отпуск, а при такой жаре там, в той же, допустим, находиться в какой-то камере, варить что-то или в теплосеть, допустим, да, это в робе, в маске. Это же не просто так. Надо отдать должное нашим работникам, что вот они работают во всех условиях. Или же вы помните, у нас в 2017 году была авария, значит, на 8 магистрали, сейчас мы ее там заменили. То есть толп горячей воды где-то порядка 15 метров высотой. Аким в области ехал, увидел как раз здесь. В течение дня мы все это дело устранили, 35 градусов мороза было, понимаете. Сейчас мы спокойны за все магистрали, что подобных у нас вот явлений не случится, мы уверены. Будем надеяться, Вячеслав Юрьевич, на то, что ваш самоотверженный труд все-таки будет более высоко оценен, тарифы будут как надо, должники будут платить вовремя и все будут довольны. Спасибо за то, что приняли участие в нашей программе, уделили нам время и ответили на все ваши вопросы. И вам спасибо, и телезрителям тоже спасибо. Я напомню о том, что это была программа на чистоту. У нас в гостях сегодня был Вячеслав Юрьевич Солодилов, коммерческий директор акционерного общества «ЖАИК Теплоэнерго». Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok